Предмет обожания, легенда и единственная модель золотой эпохи поникаров, которая выпускается до наших дней без перерывов. Всё это Ford Mustang — один из известнейших американских автомобилей всех времён. Новое седьмое поколение было представлено публике, но, разумеется, в Детройте. Символизма тут даже больше, чем нужно. Этот Мемфис автомобильной индустрии олицетворяет промышленное величие и ассоциируется больше с прошлым, нежели с будущим. Но в случае с Мустангом оно и нару. Насколько можно судить, перед дизайнерами поставили задачу медицинского характера — не навреди. Можно придираться к деталям, но в целом Мустанг — это по-прежнему Мустанг. Причём в обоих предлагаемых кузовах. А это купе Fastback и кабриолет. Интерьер разработчики стремились уподобить кокпиту истребителя. Метафора в автомобильном мире несколько заношенная, но многими любимая, а для Мустанга вообще традиционная. Часть решений позаимствована у электрокроссовера Mustang Mach-E. Под единым стеклом расположены 12-дюймовая приборная панель и 13-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса SYNC-4. В целом седьмое поколение можно рассматривать как глубокую модернизацию предыдущего Мустанга. Ведь силовой каркас кузова и схема подвесок — Макферсон спереди и многорычажка сзади — остались прежними, как и часть технической начинки. К великому счастью, классический атмосферный V8 никуда не делся. Более того, за счёт доработанной системы впуска его отдача увеличилась. Насколько? Этих параметров производитель пока не сообщает. Начальная же версия по-прежнему комплектуется рядной турбочетвёркой знакомого объёма 2.3, но этот мотор точно новый. Как водится, базовый Мустанг будет отличаться от 5-литровых машин внешним оформлением. Известно, что в распоряжении водителя будет выбор режимов движения, в числе которых и дрэк и трэк. И это не просто строчки меню, ведь покупателям среди прочих предложат трэковую модификацию Dark Horse, а электронный ручник реализован таким образом, чтобы легко отправлять Мустанга в занос. В идеале, конечно, управляемый. Покупатели мощных версий получат возможность выбирать между шестиступенчатой механикой Getrock и десятиступенчатым автоматом, который Ford разработал совместно с GM. Дополнительный пакет Performance Pack включает дифференциал повышенного трения Torsen, активную выпускную систему и усиленные тормоза Brembo, а за доплату будет доступна активная подвеска MagneRide. Многих данных производитель пока не сообщает, но всему своё время, ведь в продажу новинка поступит только следующим летом.